Мы собирались провернуть одну последнюю сделку по продаже наркотиков, и все пошло плохо. Один из парней орал, просто убей их сейчас, а другой сказал, нет, нам нужно добыть остальные наркотики. Нет, давай подожжем это место. Ты ничего не чувствовал в этой жизни, пока не почувствовал холодную сталь обреза у своей шеи. Я не тот человек, который мог поверить в Иисуса. Я вырос, ходя в гости к бабушке и дедушке, и видя фотографии множества родственников, погибших от рук Гитлера. И в еврейском сознании они погибли от рук христиан. Мне казалось, что Иисус и христианство были моими врагами. Я вырос в традиционном еврейском доме в Нью-Йорке. У меня было барминство в 13 лет. Ходил в синагогу по пятницам и субботам. Я любил еврейскую историю, любил читать еврейскую Библию. Мне нравилось быть евреем, но я не был уверен насчет религии. И так я поступил в колледж, и закончилось тем, что я бросил колледж. И после этого мы с моим другом Эфраимом Голдштейном проехали весь этот путь на западное побережье. Мы с Эфраимом присоединились к его брату Баруху и его другу Яну Московицу. Итак, это были Голдштейн, Московицы, Глейзер. Звучит как название юридической фирмы. Но мы все были в Сан-Франциско, и мы построили дом на воде. Все, что я могу сказать, это то, что он плавал, но он не был красивым. И мы построили его на наркоденьги. Я договорился с этим парнем о продаже марихуаны. К сожалению, он на самом деле не собирался покупать марихуану. Он собирался украсть ее. И у него и его друзей были обрезы и пистолеты. И они связали нас. Вся моя жизнь прошла у меня перед глазами. Один парень сказал, просто убей их, просто убей их. А другой сказал, нет, давай подожжем это место, просто сожжем его. И вот я просто сижу там со связанными руками и чувствую этот обрез. И говорю, не могу поверить, что я готов умереть всего за несколько сотен долларов. Одна наша подруга, бросившая колледж с нами, переехала в Калифорнию. А потом она исчезла. Когда она исчезла, мы, в общем, сожгли наш дом на воде и переехали в Сан-Франциско. И однажды она появилась. Она рассказывала нам о том, что она нашла Бога, и что она нашла Иисуса, и что приближается конец времен. И я думал, что она просто сошла с ума. Я думал, что она Мишуга. И Фрэйм как бы слушал ее. «Хм, это звучит неплохо». И следующее, что я помню, это то, что они оба поехали в Орегон. И я думал, что поскольку воспитывался как более традиционный еврей, я могу помочь им. Поэтому я поехал в эту христианскую общину в Кузбэй, штат Орегон. Я готовился к сражению, но они просто хотели быть милыми и улыбаться все время, поэтому я совсем им не доверял. Мы сидели за столом, примерно 20 или 25 человек, деревенская еда, черничный пирог, испеченный в печи. И вдруг все как бы уснули и наклонили головы. И все взялись за руки. И мне казалось, что это была самая странная вещь в мире. Я думал, что сейчас будет спиритический сеанс. Пожилой парень, который руководил этим местом и выглядел как нечто среднее, между амишем и хасидом, с длинной бородой. Он просто начал говорить в воздух. На минуту я подумал, что он обращается ко мне, но когда он назвал меня Господь, я понял, что это не ко мне. Я никогда не слышал, чтобы кто-то молился, так будто он на самом деле разговаривает с Богом. Для меня это было просто поразительно. Понимаете, я был воинственно настроен, я был зол, и потом внесам-то все это как бы испарилось, потому что я ощущал это присутствие в комнате, и я чувствовал себя все меньше и меньше. Можно было почти дотронуться до него. Оно было ощутимым, это присутствие. И если была одна вещь, которую я никогда не переживал, воспитываясь в более религиозной еврейской семье, так это была вот эта близость, этот личный контакт и отношение с Богом. И я просто знал, что это Божье присутствие, и это изменило меня. Итак, я вернулся из Орегона, и все, о чем я мог думать, это были Бог и Иисус. Я сказал, Боже, если ты действительно здесь, покажи мне. Я работал в национальном парке Редвуд, и однажды ночью мне нужно было позвонить. Я спустился к телефонной будке и как бы вглядывался в деревья парка, потому что очень беспокоился. И один из лучей лунного света как бы упал на полочку, где должна быть телефонная книга. И казалось, что она практически сияла, и там, прямо там, на этой полочке в телефонной будке была маленькая книжечка. Я посмотрел на нее, а там было написано «Матфей, Марк, Лука и Иоанн». Я честно не знал, кто были эти люди. Я начал рассматривать, и там мелким шрифтом было напечатано «Современный английский перевод Нового Завета». Я спросил Бога, реален ли он, и как добраться до него. И вот я стою тут с Новым Заветом, сияющим в лунном свете. И что бы вы сделали? В общем, я украл его. Я знал, что Бог оставил этот Новый Завет там для меня. И я взял его и начал читать. И читал последующие несколько дней. Я почти все прочитал. И знаете, я все еще ожидал, что христиане — антисемиты, а Иисус — это что-то вроде фонтана антисемитизма. И чем больше я читал, тем больше я понимал, что Иисус на самом деле еврей. И я знал, что Он — Мессия, которого ждал наш народ, которого я ждал. Одна из вещей, которые мне больше всего понравились в Новом Завете, это то, как Иисус рассказывал истории. Иисус мне казался уличным мудрецом из Нью-Йорка, то есть Он никогда не отвечал просто на вопрос. Он всегда добирался до сути. И знаете, когда вы смотрите на изображение Иисуса на кресте, Он всегда выглядит беспомощным. Но я встретил очень сильного и могущественного Иисуса в Новом Завете. И я очень привязался к Нему. Когда я принял Иисуса, я искал истину. Я знал, что Он и есть истина. Но я не думаю, что я искал правду о самом себе. Я помню день, когда я осознал, что продавал наркотики подросткам. Я был в ужасе от собственной души. Я не думаю, что достаточно осознавал свой собственный грех. Я просто начал рыдать и каяться, и просить Бога простить меня. А потом у меня заняло какое-то время, чтобы почувствовать на самом деле, что Бог простил меня. Я понял, что вера в Иисуса включает в себя и веру в то, что Он умер, чтобы освободить меня от греха. И спустя годы я понял, что моя жизнь — это наилучший способ показать моей семье и моим друзьям, что я люблю их, люблю Бога и люблю свой народ.